Всем привет! С вами Кирилл Цветков и обзоры спортивной экипировки. И сегодня я расскажу вам о кроссовках Innovate Terra Ultra G 260. Впервые об этих кроссовках я писал в декабре 2017 года, когда появилась информация, что компания Innovate собирается использовать графен при создании кроссовок. Если вы не в курсе, то Нобелевскую премию по физике 2010 года как раз присудили ученым, впервые получившим графен. Это самый тонкий двумерный материал на земле, толщиной в один атом, который при этом в 200 раз прочнее стали. Инженеры Innovate собираются добавлять графен в каучук, используемый при производстве подметки кроссовок, тем самым поднимая свойства конечного продукта на новый уровень. Как заявляет компания Innovate, подметка, в которой используется графен, на 50% устойчивее к истиранию, на 50% эластичнее стандартной резины и на 50% имеет лучшее сцепление с поверхностью. Ммм, чувствуете? Нобелевской премией пахнет. Соответственно, если эта подметка имеет столько положительных свойств, влияющих на долговечность обуви, что у нас с остальными элементами кроссовка? Промышечная подошва Extra Flow специально сделана здесь для того, чтобы она максимально долго сохраняла амортизацию. Сетка вверху усилена не полимерными вставками, а специальными кевларовыми накладками, которые идут практически по всему вверху. Кевлар – это тот материал, который используется при конструкции бронежилетов. Он очень прочный, эластичный и достаточно легкий, что отлично подходит для создания верха кроссовок. И в данном случае здесь кевлар защищает верх кроссовок от внешних воздействий и тем самым продлевает срок жизни обуви. Единственные полимерные накладки, которые используются в конструкции кроссовок, находятся в зоне пятки. И здесь они используются для того, чтобы сделать фиксацию стопы внутри кроссовка чуть лучше, хотя при этом сама пятка достаточно мягкая. Впрочем, как и весь верх в целом. У кроссовок нулевой перепад между пяткой и стопой. Компания Inovate придерживается философии естественного бега, поэтому они дают только защиту стопы от внешних воздействий. Все остальное нога должна сделать сама во время бега. Толщина подошвы 9 мм по всей длине кроссовка. И этого в принципе с лихвой хватает для комфортного бега по грунту и пересеченной местности. Подметку нельзя назвать супер агрессивной, хотя глубина протектора у нее 4 мм. Она неплохо ведет себя на асфальте, но конечно же лучше всего показывает себя на грунте. Как я уже говорил, в кроссовках широкая колодка и очень просторная передняя часть стопы. И именно поэтому при выборе данных кроссовок мне пришлось взять на полразмера меньше моих обычных беговых кроссовок. Но даже несмотря на это у меня пальцы не упирались совершенно в носок и в передней части стопы все было очень свободно. Это я обращаю внимание, потому что даже с моей широкой стопой в кроссовках на полразмера меньше мне очень комфортно тренироваться и бегать по несколько часов. Так что во время примерки в магазине обязательно обратите внимание на этот момент. Ну или если будете заказывать эти кроссовки через интернет, то рекомендую сначала сходить и померить. Несмотря на такой просторный верх в передней и средней части стопы, после небольших манипуляций можно отлично зафиксировать кроссовки на средней части стопы. И это очень хорошо, потому что сам верх мягкий и во время движения ничего не мешает стопе работать. Но в материалах есть один нюанс. Вот эти вот кевларовые вставки, которыми усилена вся сетка верха, они имеют свойство на морозе становиться жестче. Я сначала не понял, почему такая разница была в ощущениях, когда я мерил данные кроссовки в магазине. И после того, как я где-то при минус 15 побежал на тренировки и почувствовал какой-то дискомфорт вот в верхней части кроссовок. И только потом понял, что на морозе данные кевларовые вставки становятся жестче. И мне вот здесь вот в верхней части прямо они давили на ногу. И это было очень ощутимо, очень неприятно. И пришлось несколько раз перешнуровывать ниже, лучше зашнуровывать, чтобы более свободный был верх в этой части. Хотя в то же время, когда я использовал кроссовки при нулевой температуре и дальше при плюсовой температуре, вся вот эта излишняя жесткость, она уходила. Верх был более приятный, более мягкий. Он как бы лучше работал вместе с ногой. Так что на это стоит обратить внимание. Это вот такая своеобразная, с одной стороны, плата за более долговечные материалы. С другой стороны, нужно понимать, что это может случиться и нужно быть к этому готовым. Даже несмотря на то, что в данных кроссовках используется промежуточная подошва Extra Flow, их нельзя назвать мягкими или хорошо амортизирующими. И на вейт вообще не славится очень мягкой и амортизационной обувью. Могу смело назвать данные кроссовки жесткими. И те, кто использует обувь и навык, меня должны понять. Амортизации с лихвой хватает, когда вы используете данные кроссовки на мягком грунте, в лесу, да даже в парке. С амортизацией все хорошо. Если бегать в этих кроссовках по более жестким поверхностям, берем уже асфальт, то здесь будет явный недостаток амортизации, но нужно понимать, что кроссовки для этого не предназначены. Например, использование на каменистом грунте этих кроссовок, оно проходит очень хорошо, и ты не замечаешь, что они излишне жесткие или есть какой-то минус в амортизации. Эта обувь сделана именно для трейлов, и именно на трейлах ее и нужно использовать. Ну и говоря про трейлы, нужно отметить по-настоящему хорошее сцепление подметки с поверхностью. И здесь мне сложно сказать, это хорошее сцепление из-за того, что очень удачный рисунок протектора и кроссовки подошвы работают хорошо на грунте, либо это заслуга графена, который добавили в подметку, и именно из-за наличия графена подметка настолько хорошо цепляется к поверхности. Но я думаю, что, скорее всего, здесь и опыт инженеров Innovate, которые собаку съели в работе подметки на грунте. Ну и, конечно же, графен сделал свое дело, потому что, к примеру, на каменистой поверхности кроссовки держат исключительно хорошо, и в какой-то момент это было для меня прямо таким приятным открытием. Стоит отметить, что кроссовки сами по себе очень гибкие. Это из-за того, что здесь нулевой перепад и достаточно тонкая подошва в 9 мм по всей длине стопы, из-за того, что здесь, насколько это возможно, тонкий верх со вставками, мягкими вставками, из того же кевлара, мягкая пятка, и кроссовки, они очень-очень гибкие, отлично работают с ногой, нет абсолютно никакой корректировки движений. И для приверженцев естественного бега или barefoot running, или тех, кто любит кроссовки как раз с нулевым перепадом, которые абсолютно не мешают работе стопы естественной, я думаю, что и на вейт это будет отличный выбор. Так как мне хотелось максимально использовать данные кроссовки и проверить, на самом ли деле все технологии, все нововведения делают их прочнейшими кроссовками в мире, я использовал их не только на беговых тренировках, но и носил в повседневной жизни, чтобы дать им максимальную нагрузку. Кроссовки были куплены зимой, поэтому большую часть беговых объемов я в них сделал зимой. Понятное дело, никаких особых повреждений на снегу быть не могло, но также я использовал их в городе как обувь для повседневной носки. Честно говоря, после первого месяца практически уже сбился и перестал считать, сколько километров в них нахожено в целом. Но точно могу сказать, что сейчас кроссовки прошли больше 300 километров, и это как бег по снегу, так и бег по асфальту, ходьба по асфальту, несложные трейловые тренировки, все было сделано в данных кроссовках. Перед записью обзора я очень долго исследовал кроссовки, искал, что же изменилось за все те километры, что я прошел и пробежал в данных кроссовках, и на самом деле мне сложно отметить какие-то ярко выраженные изменения, потому что да, они немного грязные, да, чуть-чуть вот видно потертости здесь на швах, можно где-то увидеть, но ничего такого серьезного я сказать про кроссовки практически не могу. Протектор практически идеальный, никаких потертостей на нем не заметно, да, видно, что кроссовки использованы, но чтобы очень сильных каких-то потертостей или повреждений, ну, незаметно, при этом как снаружи, так и внутри кроссовки остались в отличнейшем состоянии. Здесь как раз стоит еще сказать про амортизацию, из-за того, что она изначально не была такой ярко выраженной, как, к примеру, в кроссовках для бега по асфальту, или других брендов, у которых подошва значительно толще, здесь чисто субъективно я вообще не могу сказать, что амортизация хоть как-то изменилась за все то время, что я использовал данные кроссовки. Итак, для кого эти кроссовки? Если вы ищете кроссовки для постоянных тренировок на пересеченной местности, у вас сильная стопа, небольшой вес, вы точно знаете, что кроссовки с нулевым перепадом вам хорошо подходят и вам удобно в них бегать, вы ищете прочную обувь на длительный срок или просто вам хочется похвастаться кроссовками, в которых используется графен, то я думаю, что Terra Ultra G 260 это то, что вам нужно и вам обязательно стоит обратить на нее внимание. Являются ли и новой Terra Ultra G самыми прочными кроссовками на рынке? На 100% сказать не могу, но эти кроссовки определенно прочнее большинства той обуви, которую я использовал. Покопавшись в интернете, я нашел огромное количество положительных отзывов как от спортсменов-профессионалов, которые использовали данные кроссовки, так и от спортсменов-любителей. Я же со своей стороны буду продолжать тестировать данные кроссовки не только в лесах и на парковых дорожках, но и в конце лета у меня будет возможность использовать кроссовки в горах. Осенью запишу небольшой обзор, что же в конечном итоге стало с этими кроссовками после всего этого объема? И тогда уже будет понятно, работают все эти новые технологии, нужен ли нам графен в кроссовках и кевларовые вставки. Если вы являетесь счастливым обладателем кроссовок с графеном Terra Ultra G 260, пишите свои впечатления в комментарии, рассказывайте, нравится вам эта модель или нет, работают по вашему технологии или нет. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал, и я буду стараться делать больше обзоров различных кроссовок. А с вами был Кирилл Цветков, всем бег, пока!